Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! До великого и светлого праздника Рождества Христова осталась неделя. Православные христиане постятся и усердно молятся, но предновогодняя суета и мысли о том, как отметить гражданское новолетие, мешают христианину настроить себя на внимательное переживание праздника. Владыка, как среди всей этой суеты не растерять, что было приобретено во время поста, и почувствовать радость приближения Рождества Христова? Ну, видите ли, для христианина, если он постится во время Рождественского поста, если он приходит в храм, если он молится, то эта суета в основном проходит как-то мимо него, затрагивая его лишь по касательной. Если же, конечно, человек ныряет с головой в предпраздничные такие действия, ну да, там, конечно, немножко можно забыться. Ну, вы сами сказали, осталась неделя. Новый год завтра. Он пройдет, и еще будет неделя до Рождества. Поэтому, ну, даже если человек не удержался и как-то так слишком бурно и активно готовился к празднованию Нового года и позволил себе как-то, может быть, выйти за рамки такого постного устроения, ну, ничего страшного, можно прийти в себя, есть еще время, есть еще время помолиться и вернуться на такой путь подготовки к Рождеству. Я думаю, что вообще немножко надумано для христианина вот эта дилемма, вот, ах, Новый год, и вот мы сейчас полностью потеряем все, что мы могли собрать. Но, в конце концов, я часто говорю об этом, Новый год – это необязательно символ разгула полного такого, положения риса, что называется, да. Поэтому надо просто учиться все, в том числе и праздники, проводить спокойно и застойно. Тем более, Новый год – это ведь советский суррогат Рождества. И на него перенесено одно из главных таких вот мирских признаков Рождества – элемент семейный. Рождество – семейный праздник. А поскольку с Рождеством боролись, то потом, так сказать, эту семейную составляющую перенесли на Новый год. И здесь, я думаю, что если этот праздник семейный, то он вполне, вполне можно себе как-то его позволить так, ну, в умеренных, так сказать, масштабах, да. Владыка, вот еще зрители спрашивают, а как вы проводите вот эту ночь? Я много-много лет в эту ночь служу в литургию. Начинаю с 12 часов ночи, под звуки салютов и курантов, вот, служу в литургию. В храме немного народа обычно, но это те люди, которые тоже хотят как-то осмысленно встретить начало Нового года. Повторюсь, абсолютно условную дату, совершенно условную, да. Но встретить вот этот день в храме, начать год с молитвы. Я считаю, что это очень хорошая такая практика. Ну, я монах, я архиерей, поэтому, понятно, у меня, так сказать, у меня нет семьи, поэтому мне это можно делать. Но сегодня много одиноких людей, очень много. Вот, и поэтому я знаю, что в наших храмах, там, где такая служба совершается, она совершенно необязательная. Мы ее не ставим как обязательную. Вот, обычно по просьбе самих верующих, если эта служба совершается, все-таки кто-то приходит, и люди, да, очень благодарят за эту возможность помолиться. Спать все равно не получится. На улице стреляют, вот, канонада. Да, телевизор смотреть, воля ваша, мне кажется, нормальному человеку просто невозможно в эту ночь. В общем, давно уже, да, достаточно. И поэтому прийти в храм, мне кажется, очень достойный выход из ситуации. – Вопрос от зрителей. В Новый год с 31 декабря на 1 января принято складывать подарки под елкой, особенно если есть дети в семье. Стоит ли православным христианам следовать вот этой традиции, да? Если да, то что следует дарить? – Ну, если есть дети, то, конечно, надо. Ну, конечно, надо, обязательно. Это очень хорошая традиция такая, домашняя, как раз вот эта, так вот, в ней квинтэссенция вот этой домашней составляющей, семейной составляющей праздника Рождества. Опять же, это рождественские все традиции, давайте не будем забывать, да, так же, как Дед Мороз – это свидетель Николай, а не просто, так сказать, дедушка из Великого Устюга. Вот, и хорошая традиция. А что подойдет? Это уже все, что угодно можно. Вот все, что есть вот у родителей, у близких, у друзей, у знакомых, пожалуйста, тут детям обычно сладкие подарки делают какие-то, да, вот, или, там, кому уж кто, кто во что гораздо. Здесь нет ни правил, ни каких-то ограничений. – Неделя остается до Рождества. Вот на что стоит обратить внимание, как вообще в эти дни проводить время православного христианам? – Я часто отвечаю на этот вопрос и всегда говорю одно и то же – ходить в храм. Очень хорошо, что из-за разницы в календарях у нас есть вот эта неделя между Новым годом и Рождеством. Она нерабочая. Люди, работающие, студенты вполне могут в это время прийти в храм помолиться. Это пост, причем пост, который усиливается со 2 января по Рождеству. Начинается особое, особое богослужение, которое характерно для этого периода, где мы день за днем встречаем святое семейство, Матерь Божию, подходящих к Ефелиему, где мы прославляем рождение Христа Спасителя и становимся соучастниками тех событий, которые мы вспоминаем и празднуем в День Рождества. И вот мне кажется, что вот в эти дни надо обязательно походить в храм, обязательно помолиться. И тем самым подготовиться к Рождеству. Ну и, конечно, для любого верующего человека Рождество – это великий праздник, и нужно к нему готовиться. Хозяйки знают, как это сложно, и сколько всего нужно сделать. Поэтому есть чем заняться, несмотря на выходные. Вопрос от зрителей. Мы все желаем здоровья, но как молиться за здоровье? – Так очень просто, так и молиться, Господи, дай здоровье мне или кому-то еще. Вот если кому-кому молиться, обычно молиться, если так уж вспоминать такую специализацию святых угодников Божьих, то обычно молиться святому великомученику, церителю Пантелеимону о здоровье. Но это, так сказать, в принципе, конечно, все наши молитвы обращены ко Христу Спасителю. – Вопрос от зрительницы. У меня вопрос по летоисчислению вечной жизни каждого о старости. Услышала как-то такие фразы – «кто не умеет стареть, не умеет жить». Квинтэнсенция жизни – старость. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какой должна быть старость? – Старость должна быть достойной, старость должна быть неким подведением итогов и работать над ошибками. Мы много в своей жизни делаем вещей, за которые нам потом стыдно, которые лучше было бы не делать. Если можно их исправить, нужно их исправить. Если уже не исправишь, можно только покаяться, значит, нужно в этом покаяться. Нужно готовиться действительно к переходу в вечность. И старость – это, повторюсь, момент подведения итогов. Это очень достойное и очень правильное занятие. Ну и, конечно же, старость – это продолжение жизни, потому что старость – это, как правило, если не мудрость, то хотя бы человек обогащается тем опытом, который был у него на протяжении жизни. И, конечно же, старость – это время, когда можно и нужно помочь тем людям, которые рядом находятся. Есть такая замечательная вещь, она уходит из нашей жизни – это дедушки и бабушки. Обязательно старость – это, конечно, надо быть бабушкой или дедушкой. Это очень замечательно. Это, собственно говоря, то, что наполняет старость совершенно особым смыслом, особой любовью, особой жизнью. – И снова вопрос от зрителей. Какими способами лучше стяжать любовь к Богу ближнему? Может, меньше думать о том, что будет завтра? Мы все время думаем о том, что будет завтра. А ведь сказано – радуйтесь сегодняшнему дню, меньше думайте о завтрашнем. – Я знаю, что сказано немножко по-другому. По-славянски это звучит «довлее дневе злоба его». Или по-русски «каждому дню достаточно его собственной заботы». Да, лучше нам не думать о чем… Мы не можем вообще не думать о завтрашнем дне, потому что любой человек как-то рассчитывает свою жизнь. Но мы не должны на этот завтрашний день как-то надеяться, как на что-то такое, что придет, настанет, и у нас все станет лучше, изменит. Знаете, человек часто очень живет, пробегает свою жизнь, не обращая на нее внимания, стремясь к чему-то, тому, что будет завтра, поезда, ему кажется, что это будет лучше, больше, интереснее. Как правило, это не сбывается. Как правило, просто дни мелькают один за другом, как в окне поезда, столбы телеграфные, и просто мы мчимся к окончанию нашей жизни. Действительно, надо, во-первых, ценить сегодняшний день, ценить то, что Господь сегодня нам дает, благодарить за это Бога и дышать полной грудью сегодня. Вот. Завтра будет новый день, и там уже будут свои заботы, свои какие-то проблемы, и народ своей радости. Ну, вернемся к предрождественской неделе. В это время у детей новогодние праздники начинаются и в детских садах, и в школах. Как быть с детьми в православных семьях? Вот можно ли посещать эти мероприятия? Ну, я думаю, что с рассуждением надо подходить к этому. Я думаю, что можно, если это в рамках приличия, в рамках общепринятых каких-то, если это не очень эксклюзивно и не очень креативно. Сегодня креатив встречается с самой разной, поэтому родителям лучше познакомиться заранее с тем, что это такое. А так можно, почему нельзя? Ну, нельзя отнимать у детей детские радости. Это надо понимать. И невозможно маленьких детей превратить сразу в таких святых старичков. Это ничего хорошего не принесет. И вот это будет только вред впоследствии. Ну, часто задаваемый вопрос, как правильно поститься в рождественский сочельник? Что значит пост до первой звезды? Мы забыли с вами одну из двух основных составляющих поста, любого поста вообще. Мы знаем, что пост – это как время, когда люди отказываются от продуктов животного происхождения. Мяса, молока, яиц и так далее. Но, кроме того, пост всегда во все времена был еще и неедением в светлое время дня. То есть, яиц садились вечером, как мусульмане, свой пост. Они потеряли, правда, первую составляющую, у них мясо можно есть, весь пост. Но сохранили вот эту вторую составляющую поста, когда люди не вкушают до захода солнца. Ну, первая звезда – это аналог захода солнца. Звезда, потому что мы вспоминаем звезду Филемскую, которая появилась на небосводе, когда родился Христос Спаситель. Вот. И поэтому вот есть такая практика, традиция, что до захода солнца в этот день люди ничего не едят. А вечером начинают трапезу, постную трапезу, с так называемого Сочева, отсюда Сочельника. Сочева – это вареные зерна пшеницы, перемешанные с сухофруктами и с медом. Ну, колево еще его называют в греческой традиции. Вот. Поэтому вот в Сочельник надо до захода солнца, до появления первой звезды голодать, ничего не кушать. Спасибо огромное. Кто может так поститься, тот постится. Но мы немножко так обманываем астрономию на практике, потому что мы утром в Сочельник служим литургию, соединенную с вечерней. Мы по уставу должны ее служить после трех часов дня. В три часа мы служим, должны служить вечернюю, и потом после этой вечерней литургия. И после литургии – трапеза. Но поскольку мы сегодня для работающих людей и людей, не могущих прийти, служим ее с утра, то у нас первая звезда, это по окончании литургии показывается, и это в 12 часов дня, поэтому чуть-чуть пораньше мы сдвигаем это. Но очень хорошо, если человек вот так по усердию будет поститься так, как положено по уставу. Спасибо большое, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова